Моргает красный себе. Да, снимай. Расскажи, как ты встречался с Юсуповым? С Юсуповым? Принцем Феликс Юсупов, вы убили Распутина. Да. Как вы убили Распутина? Когда вы убили Распутина? 29. Князь, принадлежите ли вы к русской императорской фамилии? Нет, но моя жена приходится племяннице императору Николаю II. Княгиня, знали ли вы о замысле вашего мура? Да, я все знала. И вы одобряли его? Да. Это было во Франции? Во Франции, да, в Париже. Когда это было? Какой год приблизительно? В 1963, может быть, вот так вот. Нас пригласили весь ансамбль на фильм, французы поставили. А сценарий для фильма написал сам Юсупов. Про то, как убивали в доме Юсупова в Ленинграде. Григория Распутина. Этот фильм был. А сценарий писал Распутин. Этот Юсупов, да. Феликс. Феликс, да. Всю вашу жизнь вы отказывались от участия в создании фильма на эту тему. Все предыдущие фильмы Распутина были сделаны без вашего согласия. И вот в первый раз вы согласились на участие в нашем фильме. В первый раз вы появились перед камерами. Князь Юсупов. Почему? Потому что в других фильмах не было рассказано правдивой истории. Человек, который только что говорил с вами, человек, который убил Распутина, будет сейчас вспоминать. И вот он меня, Александра Беляева, еще, по-моему, кого-то еще. Ну, нас четверо к нему пришли в гости домой, к Юсупову. Домой, Сергей Беляев? А? Домой? Конечно. Ну, а куда он, говорит, Беляев? Сказать домой, да. Ну, и там он нам рассказал, что, говорит, когда я написал сценарий, когда фильм сняли, он с удовольствием покупался. Его приняли, купили в Америке. Убийство Распутина. И там нашлась дочь Распутина. И подала на него, говорит, на меня в суд подала. Чтобы я заплатил деньги ей за отца. За это наглое убийство. В общем-то, фильм хорошо, чем все это. Он сам писал сценарий, этот, Юсупов, Феликс. Князь, сейчас на склоне вашей жизни, когда вы вспоминаете о Распутине, какие вы испытываете чувства по отношению к нему? Отвращение. Были ли вы лично заинтересованы в убийстве Распутина? Нет. Князь, если бы вы снова оказались в подобных обстоятельствах и должны были бы принять решение, совершили бы вы то же самое? Совершили? Вы? Да. Короче говоря, а я ему уже задаю вопрос. Я говорю, ну скажите, господин Феликс, чем это все закончилось? Вы очень расстроились? Вам же судиться надо как-то? Нет, я, говорит, взял кое-какие вещички и полетел в Америку к ней. Приехал, подарил ей эти вещички. И она, говорит, так прям покажем. И она, говорит, замолкнула. Юсупов есть уже, он был богаче царя, Юсупов. Поэтому вот так вот мы познакомились. Очень добрый, очень милый, интеллигентный очень такой. Ну, княж Юсупов есть княж. Юсупов это... У нас в Москве есть дворец Юсупова, в Ленинграде есть дворец Юсупова. Очень богатый человек был. Морис Жакан представляет Ну, расскажи теперь про... Вот Мирей Матье, собственно говоря. Мы с тобой сегодня поговорили про Мирей Матье. Вот про эту песню. Как во Франции вы репетировали в 67-м году. Да, в 67-м году. Да. Ну, вот расскажи, как вы вот домой к ней ездили. Вот про Мирей Матье расскажи. Я начну сначала, да? Да. Вызывает меня Борис Александрович Александров и говорит, Леня, вот говорит Джордж Сериар, прислал ноты. Там у них появилась какая-то Мирей Матье. В этой же поездке к руководителю ансамбля Борису Александрову обратилась секретарь Компартии Франции и попросила прослушать девочку из рабочей семьи. Юная артистка настолько понравилась советским артистам, что была приглашена выступить с ними в концерте. А через несколько лет ее имя узнает весь мир. Мирей Матье. И он предложил, чтобы вот эти ноты высепились в Мирей Матье. Значит, там пометка от царя. Первый куплет поет Мирей Матье. Второй куплет поет Харитонов. И третий куплет поют вместе. Надо все на французском петь. Тут такие куплеты длинные. Все надо ответить на французском. Мне налили переводчицу. Я выучил все три куплета. Вот хорошо, что все три куплета на всякий случай. Выучил. Приезжаем во Францию. Я заболел ангиной. Еще в Москве уже началось у меня. А туда приезжаю уже температуру. Репетиции. Борис Александрович говорит. Я не смогу репетировать, Борис Александрович. Ну как так? Я говорю, ну Борис Александрович, ангина, есть ангина. 39 температура с лишним. А с нами всегда ездил ларинголог и терапевт. Полковник и оба. Военная. С нами всегда ездили. Вот. Ну в общем, короче говоря, Борис Александрович говорит, знаешь что? Я, говорит, тогда скажу, чтобы царя пришла за тобой в машину на репетицию. И что после репетиции тебя отвез. Ну Леня говорит, придет же вся пресса. Эта репетиция будет практически для прессы. Ну как же без тебя-то? Тут ждут этот конфератиль твой. А песня называлась «Конфератиль жур камарады». Когда настанет у нас этот день товарища. Там о ленинградской революционной жизни говорилось. Как они шли, как вспоминали гавроши. Как прижались друг к другу плечи. Как они шли настойчиво. В отцовских кепках. В одежде. Заводской одежде отцовской. Шли прижавшись друг к другу. Ну в общем, я это все под текстом. Мне сделала моя переводка. Все подтекстовала, каждое слово. Я это уже вложил в душу. И пел, конечно, уже. Знаю, что я пою. Знаю, что я акшентирую. Знаю, где пьяно, где форта. Где как. На одной из встреч вам и вашим коллегам был показан фильм о ленинградской блокаде. Какое впечатление произвел на вас этот фильм? Могу сказать, что фильм глубоко взволновал и растрогал меня. Но то, что произвело на меня огромное впечатление, потрясло меня до глубины души. Это мужество, большая сила воли тех людей, которые отдали все, чтобы защитить свой город и свою страну. Гаврош, Марсельеза, Париж. Эти слова близки и дороги советским людям. Так же, как французам Петроград, революция, Аврора. Эта песня написана Полем Марья в Ленинграде, после того, как он побывал на Авроре. Мерей Матье увезла ее в Париж. Я все выучил. Прирепетировал с оркестра, на всякий случай, всю подряд, все три куплета. На всякий, вот как интуиция подсказала. Ну, и у тебя есть фотография, кстати сказать. Когда Мерей пришла на репетицию. Ну, начали репетировать. Борис Александр меня подзывал, говорит, давай репетируй, конфератиль твой, Мерей. Ну, я распелся, пошел с Кангером. Распелся, прихожу, мы с ней познакомились, поздоровались, встали. А там был зал Поли Де Спорт. Поли Де Спорт. Пять с половиной, шесть тысяч народу. Это там хоккей, бокс там проходил. Вот такой шум. Ну, и вот. И она запела. Пять с половиной, шесть тысяч народу. Ну, что мне, как я могу под нее подделываться? Я пою, как у меня есть. Это мой куплет второй. Она на меня так смотрит. Пока я куплет пьет все время, так смотрю. Полуоткрытый рот. И потом мы запели, когда вместе, она что-то совсем сникла. И я один этот трек куплет практически там ее заглушил напрочь. Что на завтра вышла газета, где написано. Мирей Мотье считали, которая как бы заменила Эдит Пиаф. Пиаф во французский воробей. И у Мирей пошла вот эта вот кличка Пиаф. И вот газета пишет так, что зря наш воробушек согласился петь с этим сибирским медведем. Потому что как медведь рявкнул, так с фаробушкой и перышкой слетели. Ну, в общем, она после этой репетиции не стала петь со мной. Мне пришлось эту песню на бишь петь. Потому что я абиссировал одному. Но принимали ее, конечно. Чтобы были претензии, что вы тут приехали к нам, революцию делать? Каждые зарубежные гастроли становились особой миссией. Как-то после концерта в Париже за кулисы пришла Марина Владик. Она сказала артистам. Спасибо вам за память о родине. И когда мы были в Париже, это были 60-е годы, то посол Советского Союза во Франции, Виноградов такой был, очень красиво и очень хорошо сказал. Дорогие товарищи, то, что вы сегодня сделали, это оценить невозможно. Сотни послов, наверное, за год не сделают то, что было сделано сегодня в том концерте, который я сегодня слушал. Ну, короче говоря, приходилось последненьку предповторять. Ты говоришь, когда вы репетировали, она ушла, не стала петь? Больше, да. Все. Вначале-то в рекламе было написано, что будет участвовать Мирей Матье. А потом в каждом уже концерте объявляли, что в связи с болезнью Мирей Матье выйти не может. Ну, короче говоря, я ее понимаю. Я ее понимаю. Ты сам слышишь ее голосочек-то какой. Ну, голос-то у нее сильный, хороший на самом деле. Ну, такой пищалочек. Ну, в сравнении с другими-то. Она там, колоратурная шопрана, будем переводить на русский язык. Колоратурная шопранчика такая. А тут центральный бас. 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 Да еще мощный бас. От всей груди. Ты пел ее только во Франции? В России ты ее не пел? Нигде больше не пел. Только во Франции? Только. У меня было такое, мое было такое. Все солисты пели в той стране, куда едут. На английском, на испанском, на немецком, на французском, на чешском там, и так, на польском. Я пел только русское. И только советское. Принципиально. Я не искал легкого доверия у публики. Симпатию за то, что нашу песню поет. Я свои навязывал. И хорошо проходили. Спасибо, Господи. Хорошо проходили. И хорошо обо мне писали. И Борис Александрович никогда мне не задавал вопросы. Ну, почему ты не споешь? Вот я. Ну, тут царя попросил. Чтобы... А Мирея Матья только набирала тогда скорость. Популярность. Популярность, да. И ей нужно как бы помочь вот именно с... Там каждый день, вечер, вернее, а в воскресенье два концерта собиралась полный зал публики. Там даже спекуляции, перепродавали билеты. И поэтому популярность, конечно, ее... Наверное, мы ей помогли все-таки. Больше я ее... Ну, пригласили, когда к ней в гости нас там 10, около 10 человек. Меня выбрали, конечно, выбрали. Может, под меня и пригласили-то. А кто был? А? Не помнишь, кто был еще? Ну, я помню, что был Самсоненко, наш хормейстер. Он как бы старшей группы. Беляев, наверное? Не было Беляева. Ни Беляева, ни... Вообще, солист был один я. Больше никаких солистов не было. Были артисты хора. Да, феоктистов был на Балайке. Ей там сыграл. На Балайке. Вот это я запомнил, что он ей сыграл там что-то. Она попросила. Вот. А меня попросило что-нибудь спеть. Я сказал, что я... У меня вечером концерт, я днем не пою. Не надо сразу же. Ну, расскажи, как она живет? Какой дом у нее? Дома у нее никакого не было. Ей просто импрессарио в то время снял мобилированную квартиру четырехкомнатную. он снял ей одежду на прокат в шоке. Сапоги, я помню, красные вот до сих пор. То есть он ее... Прическу ей там... С ней ходил рядом все время. Гример. Ее подгримировал. Ну, то есть он ее на высшем уровне подавал. Каждый день по радио была рубрика. То есть он свои деньги оправдывал потом. И оправдывал в миллион раз. Миллионы раз оправдал. Потому что она стала просто известнейшей певицей во всем мире. Признанной. Поэтому он не зря рисковал. Джонни Старк Она, правда, нам рассказала, что вот, говорит, так, судьба сложилась в нашей семье. Что у мамы с папой было семь девочек и семь мальчиков. Я, говорит, до... Пока меня импрессарио нашел, я, говорит, с девочками ходила по улицам, пела, говорит, за милостями. А он ее нашел, ей сказали, а не пиаф там уже, новая. Вон я... И сделал ей вот такую рекламу. И повалил народ. И стала она лучшей певицей мира. эстрадной. И потом она вообще в жизни очень обаятельная. Очень гостеприимная, очень... такая нежная. очень добрая. То есть она опознала, что такое быть... Когда семь мальчиков, семь девочек и петь на улице и вдруг стать звездой мира, планетой мира, я бы ее назвал. И мы ее приглашали, наши товарищи из советского... Тогда был, по-моему, еще советский, да. И потом и сейчас, и уже... Потом на Красной площади я не опела в какой-то праздник, День Победы. День Победы. Своё знакомство с вашими прекрасными городами, Москвой, Ленинградом. Я даю несколько моих шансов преферентов. То есть ее у нас очень сильно полюбили. Она пела в зале России, в полнейшем зале. Теперь звезда французской эстрады сама, приезжая в Москву, приглашает на свои концерты александровцев. Впрочем, у звезд мировой эстрады считается большим творческим везением выступить вместе с краснознаменным ансамблем. Ну что, на сегодня все, пока. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok